МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Новый системный блок, спроектированный по новой концепции. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без которых не получится выигрывать соревнования. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня мы увидим вторую гонку второго сезона российского чемпионата РАСНН-НГТ-2. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. В преддверии второго группового матча Экстрим Мастерс-2 французская команда Эгейнст Уолл Ауворити испытывает серьезные проблемы с составом каунтер-трайк-подразделения. Недавно команду покинули сразу два ее полноценных игрока. Закончить игровую карьеру решил Блюко, а Олегейн в ближайшее время намерен сменить прописку на другую команду. Эгейнст Уолл Ауворити, тем не менее, не спешат подать панику и постараются найти достойные замены уже в ближайшие 4 дня. Теперь FIFA-комьюнити всего мира может вздохнуть с облегчением. EA Sports сдержала свои обещания и выпустила новый официальный патч для FIFA 0.8. Исправлены баги с невозможностью соединения через Direct IP. Также исправлены многочисленные баги, связанные с автоматической установкой ручного управления навесом. Скорость сетевой игры теперь можно менять. Автопереключение игроков теперь можно полностью отключить. Сенсационная новость появилась недавно в интернете. Достоверные источники утверждают, что гранд-финалы второго сезона Code 5 состоятся в Москве. Такая информация, в частности, появилась на одном из сайтов организации, где в качестве призовых указывается оплаченная путевка в Москву. Официальная информация не подтверждена. Напомним, что Code 5 – это один из крупнейших ивентов, на котором проходят соревнования по всем основным дисциплинам. На него съезжаются лучшие мировые игроки. Великобританская команда 4Kings анонсировала свой новый состав по Unreal Tournament 3. Стоит сразу отметить, что в нем числятся такие известные геймеры, как Шегги и Сетву. По заявлению руководителей команды, они необычайно рады возвращению игроков в свои ряды. Напоминаем, что Сетву был частью 4Kings в 2002-2003 годах, а сегодня был объявлен капитаном данного подразделения. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. Правило первое. В первом повороте нельзя выиграть гонку, а вот проиграть – запросто. И заодно испортить еще кому-нибудь. Не стоит сразу после старта на холодной резине и с полными баками пытаться атаковать соперника. Для этого еще представится возможность. Первый круг и особенно первый поворот после старта – самые опасные моменты гонки. Не торопитесь. Старайтесь пройти их максимально безопасно для себя и для соперников. Иначе гонка для вас может закончиться, даже толком не начавшись. Правило второе. Не уделяйте слишком много внимания тому, какое место вы занимаете в гонке. Даже если вы считаете, что занимаемое место недостаточно высоко. Это часто приводит к потере концентрации и еще более низкому результату. Старайтесь ехать и концентрироваться только на текущих и выполнимых задачах. И получайте удовольствие от процесса, а не от того, какое место занимаете. Тогда результат не заставит себя долго ждать. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке пока бесплатно. По машинам! Удачи на трассах! Смотрите далее. Появились новые процессоры, теперь трехъядерные. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня мы увидим вторую гонку второго сезона российского чемпионата RASEN NGT2. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Cooler Master представила системный блок Cosmos. Данная концепция предполагает производить, например, системные блоки, в которых возможно контролировать основные параметры блоков питания и скорость вращения вентиляторов. Также в концепции значится диагностика неисправностей, ряда узлов ПК и повышение удобства при разводе. Клавиатура Sven Multimedia EL4001 имеет стильный дизайн. Выпускается в двух цветовых категориях. Основной изюминкой этой клавиатуры является то, что она оснащена подсветкой. Ничего революционного, но в сочетании с почти бесшумным ходом клавиш функция вполне востребована. Имеет 12 программируемых клавиш. Компактные размеры клавиатуры не мешают ей оставаться полноценным игровым девайсом. К клавиатуре быстро привыкаешь и ее удобно брать с собой. Мышь Genius Navigator. Устройство предназначено для работы с операционными системами Windows и Mac OS X. Разрешение стандартное для современной оптики. 800 DPI. Для связи с ПК используется канал Bluetooth 2.0. К ресиверу возможно подключение любого дополнительного устройства. Радиус удаления от ресивера до 10 метров. Мышь невелика по размерам и предназначена скорее для использования с мобильным устройством типа ноутбука. В конце сентября AMD достала из своего рукава, если и не то за, то минимум валета. Представив трехъядерные процессоры с кодовым именем Tolliman. Первые такие чипы будут представлять собой не что иное, как четырехъядерные Phenom, у которых одно ядро будет просто отключено. Такой шаг позволит не только насытить рынок решениями в ценовой нише ниже Phenom, но и повысить уровень выхода годных кристаллов с подложки. Здравствуйте. Сегодня мы увидим вторую гонку второго сезона российского чемпионата Russian NGT2. Гонка проходит на трассе Oschersleben в Германии, где участникам предстоит преодолеть 34 круга каждой длиной 3600 метров. Гонщики выступают в чемпионате на машинах Porsche 996 GT3 и BMW M3 GTA. Автомобили Porsche имеют шестицилиндровый, трех с половиной литровый двигатель, расположенный за задней осью и выдающий 455 лошадиных сил на 1100 килограммов массы. BMW чуть тяжелее – 1170 килограммов, но ее четырехлитровый восьмицилиндровый мотор выдает целых 500 лошадиных сил, что дает ей преимущество на разгонах и длинных прямых. В гонке приняли участие 20 пилотов из разных городов России – Украины, Белоруссии и Азербайджана. Давайте посмотрим, как выглядит стартовая решетка после квалификации. Первый ряд заняли пилоты команды «Камрад Рейсинг». Евгений Мироненко – Украина, Кривой Рог, 26 лет, и Денис Кожин – Санкт-Петербург, 30 лет. Их разделило всего 0,07 секунды. На втором ряду стоят Стас Шульгин, Мурманская область, 24 года, из команды BB Racing, и Алекс Жданкин, Рязань, 26 лет, Торку Моторспорт. Третий ряд – Денис Федоров, Санкт-Петербург, 33 года, Камрад Рейсинг, и Роман Давид, Москва, 24 года, ОСРВ Рейсинг. Четвертый ряд – Эмин Рзаев, Азербайджан, Баку, 27 лет, Торку Моторспорт. И Олег Борейко, Украина, Днепропетровск, 34 года, Рейсинг Альянс. Итак, пилоты выставились на стартовой решетке. Впереди 34 круга дистанции. Зажгли зеленые огни. Старт – да. Удачно уходят в гонку оба пилота Камрад Рейсинг. Но Денису Кожину старт удается чуть лучше, и в первый поворот Денис входит лидером, обойдя своего напарника по команде. К первому повороту также по одной позиции отыграли Денис Федоров, оттеснивший с четвертого места и Алексеев Жданкина, и Эмин Рзаев, который обошел в борьбе за шестое место Романа Дэвида. Первые несколько кругов, как обычно, проходят в плотной борьбе. Разрывы еще небольшие, резины холодные и горячие головы на холодной резине часто пытаются использовать любую возможность для обгона. Но среди лидеров борьба идет корректно, и лишь Эмин Рзаев, защищая отвоеванное на старте шестое место, и пытаясь захолопнуть калитку перед обгоняющим его Романом, ошибается и вылетает в бравий, теряя на этом несколько позиций. На девятом круге Павел Родин, великолепно проведший первую часть гонки и прорвавшийся к этому моменту с пятнадцатого стартового места на девятое, ошибается, преследуя Сергея Коткова, вылетает в бравий и там его разворачивает. У двух лидеров тем временем идет очень интересная борьба. Денис Кожин вынуждает обороняться от атак Евгения Мироненко. И, несмотря на то, что трасса сложна для обгонов, Евгений постоянно прессингуя заставляет Дениса ошибиться в связке из трех быстрых левых поворотов. Трип. Экскурсия за пределы трассы стоит Денису всего нескольких секунд, но этого хватает, чтобы откатиться на второе место. Гонка близится к экватору и скоро пилоты начнут заезжать в боксы для плановой газоправки и смены резины. Первым заезжает на плановый пидстоп Денис Кожин, который после потери первой позиции решает рискнуть, сделать ранний пидстоп на пятнадцатом круге и на свежей резине попытаться отыграть потерянное время, пока соперники с более консервативной тактикой нескольких кругов будут оставаться на старых счетах. Это может аукнуться Денису в конце гонки, но сейчас он получает преимущество над соперниками. На семнадцатом-восемнадцатом кругах в боксах побывал почти весь пилотон. Наибольшую выгоду из пидстопов извлекли Денис Федоров, который смог обойти Стаса Шульгина, Олег Борейко, также отыгравший одну позицию, и... И Денис Кожин! Его ранний пидстоп позволил снова оказаться в лидерах в трех секундах впереди напарника по команде Евгения Мироненко. Гонка вступила в решающую стадию, но до финиша еще больше десяти кругов. Посмотрим, как будут развиваться события. На тридцать первом круге Денис ошибается на входе в связку трипл, немного перетормаживает, чуть широко входит в поворот, и этого хватает Евгению для проведения успешной атаки. Он снова первый и сразу начинает оторваться. Казалось бы, все должно так и закончиться. Денис понимает, что не сможет ничего сделать, тем более, что до финиша остается меньше трех кругов, и сбрасывает темп, так как его резина уже практически не держит машину. Но на последнем круге Мироненко серьезно ошибается, и не только опять пропускает вперед Кожина, но и рискует потерять второе место, так как выезжает из Грабия лишь немного впереди Дениса Федорова, идущего треть. Но больше никаких сюрпризов гонка не принесла. И пилоты так и финишировали. Первые три места заняли пилоты командой «Камрат Рейсинг» Денис Кожин, Евгений Мироненко и Денис Федоров. Далее финишировали Алексей Жданкин, Стас Шульгин, Олег Борейко, Сергей Котков и Роман Давид. Все они были в одном круге с лидером. Еще несколько пилотов отстали на один-два круга. До скорой встречи на виртуальных автодромах. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин